Итак, мы обращаем внимание на книгу пророка Исаии, который пророчествовал за 700 лет до Рождества Христова. 700 лет, 700 лет, и он видел что-то. Нас, помните, сегодня первый брат прочитал, «Видел я Господа», он на престоле сидел, и края рис его свисали. Мы сегодня хористы пропели, что «Небо престол твое, земна подножия ног твоих». И пророк Исаия тоже видел, за 700 лет, как будто совершившиеся события, он так подробно описал эти события о нашем Господе и Иисусе Христе. Ну, наверное, ни один пророк так не написал в Ветхом Завете. И читают книгу пророка Исаии, это Ветхозаветнее Евангелие. Он с подробностями описал Рождество, жизнь, служение, страдания и смерть Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Мы проповедуем Христа распятого. Мы обратим внимание наше, начинается его пророчество о Христе, и столько имен, сколько имеет наш Христос в Библии, о нем написано, ну, ни одна личность не имеет больше столько имен, сколько сказано о Господе нашем. Седьмая глава Исаии, 14 стих. И так сам Господь даст вам знамение, Седь Дева во чреве, примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Иммануил. Каждое Рождество мы с вами празднуем и вспоминаем это. Иммануил, что значит с нами Бог. Девятая глава Исаии. Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, Владычество на раменах Его, нарекут Ему имя, имена считайте, Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, умножению Владычеству Его и Мира нет предела. Это о нем так подробно сказано. Дай Бог, что вот все эти имена, они осуществились в нашей жизни, что Он чудный, сколько чудес, чудесное рождение, вся жизнь Его это чудо было, и воскресение, и вознесение. И Он чудо спасения рода человеческого, которое Он совершил, освобождение от власти греха, каждой души это величайшее чудо. Он чудный, Он советник. И когда у вас есть нужда, и вы не знаете, как поступить, или какой выход, спросите у Него совета. посоветуйтесь с Ним. Он советник. Он Бог Крепкий. Он сильный, чтобы спасать. Он не подведет. надеющийся на Него, не постыдятся, написано. Он Отец Вечности. Он Вечность нам обещает. И Вечность вся в Его руках. Он Сам Бог Вечный. И Князь мира. Князь мира этого. И того мира, который Он дает в сердца наши, который сказал, мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает я даю вам. И владычество на раменах Его, и уношению Его владычества нет предела. Он Сам сказал по воскресенье Своем, что дана Мне всякая власть на небе и на земле. Вот такого Господа мы имеем, братья и сестры. Какие мы счастливые. Какая у нас крыша. Кто за нами или за кем мы стоим. Это такой Господь. И Он сегодня такой. Вчера и сегодня, и вовеки тот же. Слава Ему за эту великую любовь и благодать, которую явил нам в Своем пришествии, когда Он сошел на землю. И я прочитаю вот это из этого Ветхозаветнего Евангелия главу 53. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж в скорбе и изведавшей болезни. Мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы. Сотвратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклане, и как агнец пристригущем Его бескласен. Так Он не отверзал уст своих. От уст и суда Он был взят, но рот Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал и в мучению. Когда же душа Его принесет жертву милостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. И это все наш Господь Иисус Христос. И пророческий Исайя открывает нам эту всю картину страдающего раба, князя мира. И не только. Он здесь называет его «росток из сухой земли и отпрыск». Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня? Евангелист Иоанн пишет, говорит, что Он в мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. «Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими». Вот какую власть дал нам Отец? Он пришел, как кто поверил слышанному от нас? Кто увидел? Говорит, сегодня, что ты видишь? Вопрос задавался. «Принесли царя царей в храм». Два человека только увидели. Толпы людей ходили и не узнали, и не увидели. Не рассмотрели, не признали, не оценили Господа нашего. Его рождение было в Вифлееме, в небольшом городке. Ему места не находилось для того, чтобы когда Он рождался, как отпрыск, как росток из сухой земли пробивался. Сравнивается такое Его пришествие, как росток, как отпрыск из сухой земли. Не было ни вида, ни величия. Такой же младенец, как и другие. И ничего в нем люди не видели того, что привлекало бы их к Нему. А Он, через Которого мир начал быть, написано, Он пришел пред Ним, да? И все это пред Господом. Перед Отцом Небесным. Он контролирует ситуацию. Он все это видит и смотрит. Это по Его воле совершается. И Его приход в этот мир. Он был презрен и умолен. Уже вот два названия, два имени. Он росток из сухой земли и как отпрыск. Это все о нем сказано. В следующем стихе, в третьем сказано, что Он презрен и умолен и муж скорбей, изведавший болезни. Муж скорбей, братья и сестры. И тот, кто скорбит сегодня, о чем бы не скорбели, переживали, вы помните, наш Господь, Он сам муж скорбей. Вас не поймет тот, кто скорбей не переживал. Но муж скорбей вас поймет, о чем душа ваша тоскует и о чем вы плачете, и от чего вы страдаете в вашей жизни. Муж скорбей, изведавший болезни. Ну, спорят богословы, болел ли Христос. Я не знаю. Написано, изведавший болезни. Он знал, что такое болезни. Он знал, что такое боль. И физическая, и душевная. Когда Он говорил, душа моя скорбит смертельно. Он это знал, Он всю эту боль на себе пережил. Муж скорбей, изведавший болезни. Он был презрен и умолен пред людьми. Мы уже слышали это. Муж скорбей, изведавший болезни. Вы знаете, почему его не узнают? Да потому что сердце затуманено грехом. И говорится, мы отвращали от Него лицо свое. Вот бывало такое, чего ты вот так отвращаешься. Это люди отвращали от царя царей. От того, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. В откровении мы читаем. Это от Него отвращаемся мы иногда. И отвращаемся к тому, чтобы прижаться к чему-то низкому, мерзкому, греховному. И люди Его не узнали. И мы отвращали от Него лицо сырою. Он был презираем. И мы ни во что ставили Его. Всякий раз, когда мы исключаем Его из нашей жизни. Когда мы делаем то, что, может быть, нам хочется, а Богу не угодно, то мы Его исключаем из нашей жизни. Ни во что ставим Его. Как будто Он нас не видит, как будто Он нас не знает. А Он говорит, знаю твои дела. Он взял на Себя немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем и наказуем, и уничтожен Богом. Многие те, которые стояли там на Голгофе и смотрели, что, ну, наверное, грешник какой-то раз так страдает. Так как друзья Иова когда-то думали. Мы думали, что Он поражаем и уничтожен Богом. А Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Ранами Его мы исцелились. Так говорит пророк. За что Он был изъязвлен, мучим и раны у Него были. А у людей грехи и беззакония, и исцеления. У Него наказание за грехи мира, а у нас спасение. Поем псалом. Я плачу о тех, я лью свои слезы и кровь, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня. В медицине пять категорий таких ран известно. Это когда Христа палками били по голове. И от ударов происходит контузия. Это были рваные раны от бича, когда его бичевали. Это проникающие раны от тернового венца, когда били палкой по терновому венцу. Это сквозные раны от гвоздей на руках и на ногах. Это резаная рана, когда пробзили его ребро копьем. Все эти раны. И все это за нас и ради нас. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Мы с вами блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Сколько этих дорог прошли мы в жизни. Греховных дорог. Нечистых дорог. Дороги, ведущие в ад. Одна на небо есть дорога. Погибель тысячи дорог. Стих когда-то рассказывали. А мы с вами блуждали, как овцы. Это шестой стих говорит. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только наши, но и за грехи всех, всего мира. Это наказание он принял, как будто он сам сделал все эти грехи. И такое наказание было возложено на нашего Господа Иисуса Христа. Он был истязуем. Что такое истязуем? Ну, я так понимаю, это когда тело твое не просто бьют там, это когда рвут. Истязательство. Это когда издевательство. Вот близкие слова. Он был истязуем. Не случайно мы называем на вечерю тело его какое? Ломимое, братья и сестры. Это пророку Исаии было открыто. И вот он сегодня перед нашими глазами образ Господа нашего показывает, являет. И не обязательно на первое воскресенье вспоминать это. Пророк Исаия, этот как евангелист новозаветний или ветхозаветний, он открывает нам образ нашего Спасителя, страдающего за наши грехи. Он почти в каждом стихе говорит за наши, это за нас. Он истязуем был, но страдал добровольно. У него была возможность на любом этапе отойти, уйти. Двенадцать легионов ангелов ждали только его взгляда. И земля в порошок превратилась. Страдал добровольно, шел на это ради нас, за нас, чтобы нас искупить. Как овца беден он был на заклание, и как агнец предстригущим безгласен. Еще два имени Господа, как овца, беден на заклание, и как агнец молчал. Иоанн о нем предсказал, что вот агнец Божий, Иоанн Креститель, который берет на себя грех мира, когда шел на крест, и прибивали его, не было ни жалоб, ни упреков. Когда судили его, Пилат удивлялся. Будучи злословим, он не злословил взаимно, и страдая не угрожал. Почему он молчал? Он бы мог оправдаться. Уж так, как он мог оправдаться, ни один живущих не оправдался. Почему он не оправдывался тогда? За нас. Если бы он оправдался, где бы мы с вами были, братья и сестры? Нам бы на это место, все бы это легло на нас с вами, и на вечные муки в озере Огненном. А он за нас. Если бы он сказал бы слово, то нам пришлось на это место стать. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам его. Жертвенный Агнец, Агнец Божий. Это еще одно из имен нашего Господа Иисуса Христа. Ему было отказано в справедливом суде, от уз и суда он был взят. Пилат понял, что предали его из-за зависти, но все же смерти предал. От уз и суда он был взят. За преступление народа моего претерпел казнь. Народа израильского и нас, народа, язычников отвергнутых, из-за нас его кровь проливалась, из-за нас он умирал на кресте Голгофском. Вот это распятие, позорная смерть. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лести в устах его. Его хотели распять и погрести с разбойниками, со злодеями, что он к злодеям причтен, но было предсказано о том, что он погребен у богатого. Говорится, все эти события, как будто они прошли уже, в прошедшем времени, а до них еще 700 лет. Такую картину Господа наш пророк Исаия по вдохновению Духа Святого написал. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. Его казнили незаслуженно. Ну, если бы его не казнили, тогда нам надо было занять это место. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Так написано. Это был план Божьего спасения человечества, и он осуществлялся в этом агнце, который за нас умирал. Не было бы другого пути, потому что возмездие за грех смерть. Или он, или мы. И результат этого, и цель этого, этой жертвы Голгофской, он умилостивление. Наш Господь Иисус Христос Господу угодно было поразить, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня будет исполняться. Когда все это он совершил, написано, он узрит потомство. И вот это потомство, мы с вами, две тысячи лет прошло. Сколько этих подвижников, сколько тех было, которые, которые увидали, у которых глаза открылись, узнали Господа, Спасителя своего. И доказательство тому, что пророк за 700 лет все это предсказывал. Вот это пророчески. Потомство долговечное, это жизнь вечную, которую мы имеем во Христе Иисусе. Так и написано. А дар Божий, жить вечное во Христе Иисусе. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведней граб мой оправдает многих. Братья и сестры, Господь с довольством смотрит на подвиг души своей, на всех спасенных, на всех тех, которые идут за ним. Идут за ним на Голгофу, идут за ним на смерть, которые сораспялись Христу, как говорит апостол Павел. Он будет смотреть с довольством. Эта жертва не напрасна. Церковь Господа живет, вот уже две тысячи лет и распространяет вот так через простых братьев эту весть евангельскую свидетельство. И мы с вами свидетели этому, что Господь совершил в жизни нашей. И он говорит, дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. А кто это великие? Да это ж мы с вами. С церковью он говорит побеждающему, дам сесть со мною на престоле. Выше ничего нет, никакого сообщества ни на земле, ни на небе, как церковь Господа. С нами он будет делить эту добычу, эту награду, то блаженство, которое ожидает любящих его за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. За преступников. Здесь молитва Христа вспоминается, прости им, Отче, ибо не знают, что делают. Вот результат этой жертвы. И в конце концов, в 52 главе, когда мы читаем, раб мой, последние стихи, будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено и узнают то, чего не слыхали. Настанет день. Писание говорит, пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. А сегодня это благодать. Вот это слово звучит тебе, друг дорогой. Кто не имеет мира со Христом, кто его спасителем еще не принял, кто не познал его так, как должно, кто погибает в грехах этого мира, кто запутался в сетях дьявола, то есть тот, который пришел разрушить дела дьявола и крови Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Придите, ко мне обратитесь все концы земли и будете спасены, говорит Господь. Если есть таковые, можете пройти, помолиться, и мы преклонимся пред ним, помолимся ему. Аминь. Продолжение следует...